Всем привет! Это «Айти не обойти» и я, Оксана Очкасова. Мы продолжаем наше путешествие в мир высоких технологий, поэтому садитесь поудобнее, мы начинаем. Начать сегодняшнюю программу я хочу с поздравления. Программисты и компьютерщики могут отмечать свой профессиональный праздник целых 4 раза в год. 14 февраля, пока все отмечают День влюбленных программеров, отмечают День компьютерщика. 26 ноября – Всемирный день информации, 30 ноября – Международный день защиты информации и День программиста в России, который отмечается в 256-й день года, то есть 12 или 13 сентября, в зависимости от того, высокосный или нет. С этим вас и поздравляю, дорогие программеры и компьютерщики. Вы наверняка не раз видели фотографии сказочных офисов IT-компаний типа Яндекса и Гугла. Честно скажу, когда я побывала в офисе Яндекса, я была под большим впечатлением. Огромное пространство, современный дизайн помещений, очень удобные рабочие места и много, как они говорят, плюшек для сотрудников. Домашняя еда и кухни на каждом этаже. Возможность отдохнуть, поиграть, поваляться на диване или позаниматься на тренажерах. Современные переговорные комнаты и ощущение, что находишься в офисе своей мечты. Думаете, это возможно только в Москве? Как оказалось, не надо ехать далеко, чтобы работать в компании мечты. В соседней с нами Ешкароле есть несколько IT-компаний международного уровня, о которых пишет Forbes. Работать в них престижно и интересно. У них тоже отличные офисы, особый подход к работникам и много плюшек. Знакомьтесь, наши новые друзья из Ешкаролы, компания iSpring. Набережная Брюгья, Спасская башня и Кремль. Это о Ешкароле. 40 тысяч клиентов по всему миру, включая IBM, Tesla Motors, Siemens, Lego и Oracle. Более 10 лет на рынке, собственная школа и лицей, об iSpring. Компания занимается разработкой программного обеспечения для виртуального обучения. Ну, принято рассуждать, в чем наша миссия, в чем наше предназначение и так далее, и так далее. И, конечно, мы сформулировали эту миссию, скажем, бизнес-миссию, да, создавать продукты, которыми люди любят пользоваться, которым нравятся, продукты, которые люди любят, да, и которые помогают людям сделать образование доступным. Знаете, мы за то, чтобы образование было доступным. Ну, и онлайновое образование, конечно, доступность образования повышает. Оно все проблемы образования не решает. Например, с помощью онлайнового курса довольно сложно научиться плавать, да, да и программировать будет, ну, научиться непросто. Но очень многие задачи можно решить и, как бы, проще получить доступ к экспертности, к ведущим мировым экспертам, да, находясь где-нибудь в деревне Гадюхино. Поэтому, ну, эта задача очень важная. В 2004 году ежкаролинские программисты разработали конвертер презентации FlashSpring. Файлы, полученные благодаря ему, гораздо проще отправить по почте или выложить на сайт. К 2016-му авторы конвертера пришли уже бизнесменами. За плечами остались поиски своей ниши, смена названия, первые офисы, съемные квартиры и студия многоэтажки. Мы инженеры, нам нравится инженерить. Инженерили, инженерили, мы делали разные вещи, сделали конвертер презентации из PowerPoint в формат Flash. Тогда это было нужно, потому что PowerPoint работает только... Презентация PowerPoint работает только в PowerPoint. А чтобы презентацию смотреть там в веб-странице, надо ее сконвертировать тогда было в формат Flash. Ну, чтобы сохранить интерактивность и все эти вот фишки PowerPoint. Мы сделали конвертер, он оказался неплохой. Мы его еще поулучали, он стал совсем хороший. И мы поняли, что люди используют этот конвертер для образования. То есть основная масса клиентов, которые готовы платить за этот продукт, используют его для онлайнного образования. Ну вот мы посмотрели, что они просят. Они попросили еще некоторые вещи, там, поддержку образовательных стандартов и так далее. Мы все это сделали. И таким образом, как бы, сами собой оказались в этом рынке. Сейчас 120 сотрудников размещаются в бывшем офисном здании, где активно идет ремонт. Рабочей атмосфере не мешают звуки дрели и перфоратора. Однако потом рабочих мест, скорее всего, будет не хватать. Компания активно развивается вместе с рынком онлайн-обучения. Когда закрывается одна вакансия, появляются еще несколько. А те, кто уже работают, получают шанс на повышение. Я, конечно, заинтересован непосредственно. И каждый профессионал заинтересован, чтобы его квалификация была максимально высокой. Ну, по крайней мере, у нас вот так сложилось. Это сложилось у нас еще на специальности. На специальности был особый спортивный дух, дух рекорда. То есть, когда ты получаешь задачу, когда ты изучаешь какой-то предмет, делаешь курсовой, важно было не просто вот что-то выполнить, чтобы от тебя отстали, да, а сделать так, чтобы у самого дух захватывало, чтобы сказать, «О, круто, вот круто получилось!» Ну и как-то вот он перешел в местный бизнес, наверное, в нас во всех, в новое поколение ребят. Для нас, как бы, бизнес – это просто спорт. Вот спортсмену важно что? Ездить на Олимпиады, ставить рекорды. Ну, собственно говоря, мы этим и занимаемся. Мы ставим определенные рекорды. Вот там есть конкурирующая компания, они выпустили новую версию. Является это рекордом? Если да, то будем бить. Если нет, то будем увеличивать отрыв. Каждый отдел компании работает по своему расписанию. Программисты – люди творческие. Поэтому и как таковой текучки здесь нет. Зато есть входной фильтр, несколько собеседований, тестовые задания, стажировка. В iSpring точно знают, какие сотрудники им нужны. У нас недавно сформировался девиз, да, iSpring – команда для героев. Вот вы знаете, и мы прорабатываем несколько тысяч резюме в год и ищем звезд. Почему? Потому что у нас очень серьезный подбор, у нас очень серьезный фильтр по подбору, и у нас очень маленький процент увольнения. То есть в основном у нас люди, знаете, увольняются с точки зрения переезда в другую страну. Знаете, в основном у нас покидают девочки, да, когда у них меняется семейное положение, эти перспективы, мы за них только рады, но у нас очень серьезный фильтр по входу. И поэтому мы подбираем людей именно надолго, мы передбираем людей на… Вот чтобы люди жили, развивались вместе с компанией и были у нас не год, не два, а были с нами всю свою сознательную жизнь. Вот, поэтому ищем перспективных, ищем перспективных, ищем людей неординарных, ищем людей нестандартных, ярких, вы знаете, лидеров. Вот несмотря на то, что вот всегда говорят, да, что лидеры, не на всех позициях нужны лидеры, но, значит, поскольку, видите, у нас особенность нашей компании в том, что мы очень быстро растем. За год у нас можно сделать очень быстро карьерный рост. Буквально ты сегодня специалист, через год ты руководитель направления. Это очень реально. Этап компании, этап развития компании таков, что лидеры, берем лидеров даже на базовые позиции с точки зрения перспективы дальнейшего роста. У нас идет расширение бизнеса, у нас растет продуктовая линейка, растет функционал основных продуктов, и нам практически во всех отраслях нужны люди дополнительно, потому что ребята вырастают по карьерной лестнице, появляются новые направления. Продуктами iSpring пользуются как преподаватели университетов и студенты, так и коммерческие компании. Обучение сотрудников ключевым навыкам давно практикуют на Западе. В России пока в человеческий капитал инвестируют меньше, но и шкаролинцы – исключение. Под кабинетами сотрудников находятся школы и лицей для будущих программистов. В последнем учатся ребята, которые в будущем смогут претендовать на должности в IT-компаниях. В лицее «Инфотех» здесь мы даем среднее образование для старшеклассников с углубленным изучением программирования. Настолько углубленным, что по завершении лицея после 11 класса многие из них смогут работать, работать по специальности. Сейчас вот урок информатики для 10 класса идет директор лицея Живецова Ольга Вениаминовна. Обучение организовано так, чтобы каждый из ребят смог получить как можно больше знаний. Преподаватель может подойти к каждому из учеников и ответить на тот или иной вопрос. Это вся школьная программа, это экзамены по ЭГЭ, плюс углубленная подготовка по программированию. В принципе, около 12 часов в неделю здесь уделяется информатике и программированию. Это очень много. В школе, наверное, это 2 или 4 часа. Но и надо учесть, что значительную часть предметов преподают люди, которые занимаются программированием. Те же самые, что ведут у нас в институте программной системы или в политехе, то есть это практикующие специалисты. Если лицей предоставляет по большей части фундаментальные знания, то школа для программистов позволяет своим ученикам потрогать, попробовать и поиграть. Здесь делают роботов. Вот здесь дети занимаются робототехникой. Тут есть у них разные конструкторы. Вот здесь вот Lego Mindstorms. Такой самый детский, самый детский, чтобы прям начать как бы из известных им компонентов делать уже что-то более-менее программируемое. Так, значит, у них есть микропроцессорные блоки. Вот такая штука. Сюда, сюда как бы записывается программа. То есть они ее, на самом деле, по сути робототехника на 90% состоит из программирования. Но заход, начало, это все же конструкторские задачи и все такое. А вот есть более сложный конструктор, он железный. Для детей по продвинутее там, ну, какие-то более сложные, более металлические вещи можно делать. Еще есть конструктор Ардуино. Я не знаю, где он тут есть. Вот. Там уже паять. Это еще ребята постарше. То есть вот от Lego они переходят постепенно к более-более сложным, более творческим вещам, когда ты уже компоненты изготавливаешь сам. Через несколько лет часть учеников школы и лицея придет работать в компанию. Так уж сложилось, что большинство сотрудников в Айспринг родом из Йошкаралы. Я поступила на специальность информационной безопасности в Политехническом институте, университете. Потому что я чувствовала себя сильной в математике. И мне казалось, что, значит, на информационной безопасности я буду заниматься какими-то криптографическими системами, ну, чем-то с этим связанным. Но в результате оказалось, что программа этой специальности не сильно отличается от программы специальности программной системы. И, в общем-то, мы на этой специальности получили образование, схожее с образованием программистов. У нас преподавал наш нынешний директор Юниевсков. И, в общем-то, он предложил мне работать у них в фирме. Я с радостью, конечно же, согласилась, потому что, в принципе, за время учебы поняла, что программировать мне очень нравится и более-менее получается. Единственный способ делать свою работу превосходной – это любить ее, как говорил Стив Джобс. В iSpring, судя по всему, этого правила придерживаются. В первую очередь ему следует директор компании. Заниматься программированием у меня идея возникла, когда я увидел компьютер. Вот знаете, бывает любовь с первого взгляда. Ты видишь любовь, потом все-все-все, счастливый брак и умерли в один день. Ну, наверное, вот у меня с программированием такие примерно отношения. И как бы, ну как, любовь же вещь нерациональная, поэтому я это объяснить не могу. Как-то так. А вот создать компанию, появилась идея примерно курсе на третьем. Потому что я смотрел, вот у нас есть толковые ребята, и что с ними будет, когда мы закончим учиться? Куда мы пойдем работать? Ну вот как бы, чем мы будем заниматься? А заниматься хотелось чем-то очень крутым. Поэтому подумалось, что нам, наверное, надо будет создать компанию, где мы сами для себя найдем замечательную работу, ее будем делать, все у нас будет хорошо. То есть примерно курсе на третьем такая идея появилась. Она-то как-то жила, жила, вот мы закончили вуз, работали. И где-то уже проработав лет пять, вот я, вот мой друг Саша Галочкин, мы решили, что вот ну пора уже, уже пора. Пора вот это все сделать, пора наконец-то создать работу мечты, делать проекты мечты. Хорошо проводить время здесь можно не только на рабочем месте. Например, в коридоре офиса «Айспринг» стоит корабль, подаренный мастером из Йошкаралы. Он находится в своеобразном рабочем состоянии, все детали можно поворачивать. Это копия судна времен турецких компаний «Брига Меркурий», команда которого смогла буквально совершить чудо. Выиграть в сражении с двумя значительно более крупными кораблями турков. Я думаю, что хотя бы раз каждый житель города заходил на форум на связи. Почитать новости, прокомментировать чужие высказывания или просто посмотреть, о чем люди говорят. В этом году форуму исполнилось 15 лет. О том, как создать самый популярный портал в городе и кто его делает, смотрите в следующем сюжете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если вы приезжаете в Чебоксары впервые, то зайдя сюда, можете узнать все, что нужно. А начинал все со справочника провайдеров. В конце 90-х годов, в начале 2000-х, я, соответственно, всегда думал, что же мне за сайт вообще открыть. Хотелось открыть какой-то сайт, а тему, соответственно, найти было сложно. Все тогда открывали общегородские сайты, но они получались какие-то унылые, в общем-то. И я думаю, тоже открывать общегородской сайт неинтересно. И тут я занялся в группе Фидо, получается, информацией о связи, список пейджинговых компаний, список провайдеров. И это оказалось очень востребованной информацией. И все стали говорить, о, отличный список, можно я у тебя его возьму, размещу там и так далее. И выяснилось, что информация о связи и телекоммуникациях очень интересна. Сейчас связь совершенно не очень интересует людей, а раньше люди встречались друг с другом, говорили, «У тебя пейджер, да, расскажи, а у меня сотовый телефон появился, покажи, расскажи». И вот люди могли час разговаривать друг с другом, ну, о сотовой связи, о том, какие тарифы, какие там особенности. Идея создать портал нашла отклик у пользователей. В начале 2000-х интернет был достаточно дорогим удовольствием. Час работы стоил около 60 рублей, при средней зарплате в 2000. Пользователи сидели в основном в Фидо, некоммерческой сети. Там и появился первый список провайдеров интернета. На этой базе сначала открылся группа, получается, в Фидо, потом появился сайт, потом появился сайт на домене второго уровня, это как раз стало на связи.ру. И вот почувствовал, что вот это резко необходимая городу информация. Самое сложное было найти где-то этот доступ в интернет. Чтобы залезть на сайт, приходилось созваниваться с провайдером, быстро-быстро вносить изменения и сразу отключаться, чтобы вот эти вот драгоценные, получается, стоимости не расходовались сильно. То есть были такие вещи, получается. И сразу прям совпало с открытием на связи, получается, в сентябре 2001 года снизились цены в два раза на интернет, и началось увеличиваться количество интернет-пользователей. Их было в Чебоксарах где-то в районе 500 человек, ну вот очень мало. То есть, а так люди начали подключаться, стоимость стала уже 30 рублей за час, и, соответственно, люди уже начали сидеть, уже там сайты, уже там меньше там выходить и так далее. Чтобы развивать сайт, Алексей нашел работу с доступом в интернет. На связи, несмотря на достаточно большую посещаемость, всерьез не воспринимали. А сам проект был убыточным. Сейчас портал популярен, несмотря на то, что интерес к форумам в целом по России уже утихает. Сейчас ситуация в некоторых регионах России есть, получается, не во всех, и даже в небольшом количестве, но регионов 10. То есть, соответственно, есть крупные региональные порталы. То есть вот мы один из этих там 10-х, может быть, 15-ти максимум крупных региональных порталов, самые большие там находятся на Урале, соответственно, и это Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, мы там на них смотрим. То есть они так достигли определенного своего уровня, находятся на какой-то, получается, точке развития, может быть, на максимуме, постепенно теряют какие-то некоторые, получается, направления, может быть, то есть все-таки федеральные компании, международные приходят, они эти снят, там, объявления, например, в интернете. То есть раньше у нас много было, сейчас меньше. Вот, но, в принципе, работа идет, все достаточно хорошо, то есть удается собирать какую-то местную информацию в интернете, что, в общем, мне кажется, очень большое достижение. То есть посещаемость выше 100 тысяч человек всего проекта, то есть в сутки. То есть 100 тысяч посетителей по данным независимой статистики, не какой-то нашей. Вот, и, соответственно, все существует за счет рекламы. То есть люди, компании размещают рекламу, мы там эту рекламу там ставим, и, соответственно, за счет этого живет проект. То есть, соответственно, вся монетизация, она заключается в этом. То есть каких-то там бюджетных там или каких-то грантов, ну, ничего такого нету, в общем-то. Кроме портала, проект присутствует и в социальных сетях. Ну, у нас есть группа ВКонтакте, там больше 100 тысяч читателей, там подписчиков, соответственно, за рулем. Вот, ну, то есть, конечно, нужно заниматься социальными сетями, мы как-то ими занимаемся. И, в общем, за этим тоже определенное будущее. И, как бы, игнорировать их и не использовать эту технологию нельзя. То есть у нас есть YouTube-канал, там есть какие-то эти... Может быть, не все совершенно, там надо улучшать, смотреть, но это то направление, в котором надо двигаться, безусловно. Вот. Одними форумами уже не ограничивается дело. Задача, чтобы социальные сети переходили, да, по ссылкам, потому что это основная задача, чтобы люди все-таки не оставались. Ну, и социальные сети приносят много информации. Люди делятся какими-то фотографиями, делятся видеороликами, которые в последующем являются данными для дальнейших новостей, каких-то расследований, там, и так далее. То есть такая ситуация получается. Пользователи портала зачастую становятся свидетелями ДТП и публикуют фотографии. Ну, а редакторы проверяют сообщения и выезжают на место. Так форум становится своеобразным средством массовой информации. Есть, получается, у нас сейчас очень сильный автомобильный проект, то есть, соответственно, посвященный автомобилям, соответственно, дорожному движению, разным ДТП. То есть, соответственно, я думаю, что почти ни одного крупного ДТП не остается там как-то незамеченным, там, чтобы не были ни фотографий, там, ничего-то. То есть все появляется так или иначе. Вот, то есть это у нас такое важное направление. В рамках его как раз существует группа ВКонтакте, YouTube-канал в основном показывает автомобильные ролики. Вот. У нас есть проект по недвижимости. Мы там, ну, сделали сайт, и чтобы там, ну, вот, требовали от всех, чтобы они указывали цену, чтобы они указывали адрес, чтобы там указывали какие-то другие данные. То есть, соответственно, так мотивировали компании, чтобы они, вот, и людей, чтобы они указывали больше данных, иначе их объявления меньше увидят. И, в общем, сейчас у нас вот такая вот площадка, где можно там недвижимость найти, прочитать новости какие-то. То есть, соответственно, о любых там стройплощадках, там, фотосостроительство. Вот. Соответственно, есть, ну, на связи РУ как сайт о связи и телекоммуникациях. То есть, ну, это такой вот стандартный. Мы потом начали как-то обрастать какими-то там дополнительными, там, достали в итоге общегородским проектом лет через пять. Но сначала были вот таким по информационным технологиям. Планов по развитию проекта много. Ну, а пока он является одним из основных интернет-ресурсов в Чуваше. Современные дети с рождения понимают суть смартфона. Ребенок в возрасте полутора лет может не уметь разговаривать, но будет точно знать, как водить пальчиком по экрану и нажимать на иконки. В возрасте четырех-пяти лет дети намного быстрее и грамотнее обращаются со смартфоном, чем их родители, и могут многого научить взрослых. А для школьника смартфон с доступом в интернет вообще незаменимая вещь для учебы и для развлечений. Какой смартфон выбрать для ребенка, узнаем в нашем обзоре. Первый смартфон. Каким он должен быть? Недорогим, практичным и полезным. Такой телефон станет идеальным подарком для школьника, особенно если в нем есть развивающие программы. К новому учебному году Мегафон предложил сразу три варианта таких смартфонов от производителей Micromax и ZTE. Последний выполнен на платформе Android 5.0 с быстрым четырехъядерным процессором и гигабайтом оперативной памяти. Это делает его многозадачным. Плюс основная и фронтальная камеры для того, чтобы можно было устраивать сеансы видеосвязи со своим ребенком. Для скоростного серфинга в интернете поддержка 3G и Wi-Fi. Массаж. Ты за нашими такого не замечал? Это похоже на зебру, а это похоже на пират. Угу. Специально для школьников в смартфоне установлены развивающие программы. Приложение для изучения английского языка содержит 24 урока, которые помогут выучить более 200 новых слов и научиться строить предложения на английском. Любознательным понравится приложение «Код ученый». Интересные викторины для всей семьи. Еще один хороший подарок – 10 тысяч книг от приложения Мегафон книги от Bookmade. Его, кстати, можно установить и в любой другой смартфон. В 2016 году Мегафон позволил своим абонентам пользоваться одной из самых больших электронных библиотек и читать платные книги. Кроме того, в смартфоне предустановлен каталог специально отобранных для детей игр, включая популярные хиты и новинки. Ну, вообще, очень долго выбирали телефон для ребенка, потому что телефон должен иметь свои особенности. Он, наверное, вот как мне кажется, он должен быть, может быть, не таким функциональным, как взрослый смартфон. Ребенок всегда должен быть на связи, для него всегда можно дозвониться. Ну, и он должен помогать в какой-то степени в обучении, возможно, программы, которые ребенок будет использовать в свободное время, обучение английскому, чтение каких-то книг. Ну, и потом у этого телефона достаточно доступная цена, его не жалко потерять. Если его потеряешь, не будет так жалко, как, возможно, когда потеряешь дорогой телефон. Он стоит 990 рублей плюс 3000 на связь, и полгода не думаешь о том, есть деньги на счету, нет ли денег на счету, отключен телефон у ребенка за неуплату или нет. Еще один аспект, который беспокоит родителей, это безопасность ребенка. Сегодня 92% подростков в России пользуются мобильным интернетом, и далеко не всегда информация, на которую они могут наткнуться, полезна. Угрозы для детей в сети делятся на три категории. Опасный или взрослый контент, контакты с интернет-мошенниками, а также загрузка на компьютер или в смартфон вредоносных программ и кража персональных данных. Защитить ребенка от интернет-угроз поможет услуга Мегафона «Детский интернет». Она включает в себя безопасный поиск, исключение сайтов с вирусами, морфологический анализ и удаление баннеров с нежелательной рекламой. Услуга работает на основе черных списков. Эта база состоит из 500 миллионов сайтов и ежесуточно обновляется. Порталы, которые не находятся в данном списке, детский интернет проверяет морфологически по содержанию, не предназначенному для детей. Страницы с опасным контентом блокируются. То же самое происходит с рекламными баннерами с нежелательным контентом. При этом отключить услугу самостоятельно у ребенка не получится. Для этого нужно обратиться в салон оператора с паспортом. Еще один родительский сервис от Мегафона «Радар». Он определяет местоположение абонентов по данным, полученным от станции мобильной связи. При перемещении телефона гаджет регистрируется в зоне действия ближайших базовых станций, что позволяет определять его координаты в черте города с точностью до 100 метров. Первый смартфон для школьника – это необходимая вещь не только для ребенка, но и для родителя. А дополнительные функции от оператора сделают его более надежным помощником. На сегодня все. Используйте технологии себе во влага и упрощайте свою жизнь. Смотрите «Айти не обойти» на национальном телевидении «Чувашии» и на нашем канале в YouTube. А я с вами прощаюсь. Всегда на связи. Оксана Ачкасова. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!